МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В КВВС нанесли удары по десяткам инфраструктурных объектов Кизбалы в Ливане, включая склады оружия, штабные здания, ракетные установки, в том числе использовавшиеся для обстрелов Хайфы и Галилеи. В общей сложности были атакованы более 120 целей. В то же время активные боевые действия продолжаются всех три газа. За минувшие сутки в Джабалии, Байт-Лахии и Рафии Хетцахал обнаружил и уничтожил большое количество оружия, а также ликвидировал несколько групп террористов, в том числе ракетчиков и командира исламского джихада, ответственного за обстрелы Израиля и занимающегося производством боеприпасов. Сегодня боевики обнародовали очередное видео с заложником Сашей Труфановым, который уже 406 дней удерживается в газе. В Индии произошел антисемитский инцидент. Продавцы из Кашмира выгнали из магазина израильскую пару, намеренно выключив свет в помещении. Однако вскоре вмешательство других торговцев и полиции заставило их принести извинения. Снятое видео происшествие быстро стало популярным и вызвало волну возмущения в соцсетях. Многие индусы осудили поведение своих сограждан, заявив, что такие действия вредят репутации страны и не отражают ее истинных ценностей. Напомню, что ненависть к израильским туристам дошла и до Италии. Руководство одной из гостиниц в Альпах отказало в размещении семейной пары из еврейского государства, обвинив их в геноциде палестинского населения. Израильские гимны свистали перед матчем Лиги наций в Париже. В первом тайме на поле бросили домовую шашку. Болельщики сборной Франции и национальной команды Израиля устроили массовую драку на стадионе Стар де Франц. Правоохранительные органы быстро прибыли на место инцидента и пресекли беспорядки. Сотрудники службы безопасности создали быструю зону, разделяющую две секции, в одной из которых виднелись только лишь белосиние флаги. Игра закончилась в ничью 0-0, что стало достижением для Израиля. Несмотря на то, что на стадионе находилось рекордно малое количество зрителей, всего около 20 тысяч человек, среди них оказалось гораздо больше граждан еврейского государства, чем полагалось. Перед началом матча прошла пропалестинская акция, в которой приняли участие несколько сотен манифестантов, несших плакаты с призывом прекратить геноцид в Газе. Стражи порядка применили физическую силу для разгона демонстрации. В Израиле приняли закон, обязывающий крупные организации жертвовать излишки продовольствия нуждающимся. Он распространяется на государственные учреждения, которые готовят не менее 500 порций в день. Ожидается, что реализация нового введения позволит передавать качественные продукты сотням тысяч семей, что сократит расходы государства в сфере здравоохранения и социального обеспечения. Отказаться выполнять этот закон можно будет только по экономическим оценкам и по соображениям безопасности. Отмечается, что в Израиле практически полтора миллиона человек живут в условиях продовольственной нестабильности, а объем пищевых остатков составляет треть бытовых отходов и отвечает за 6% выбросов парниковых газов в стране. Кулинария семьи Амаевых. Вы сможете почувствовать настоящий вкус еврейской кухни. В приятной атмосфере вам предложат широкий выбор шабатних и праздничных трапез, а также смогут подготовить банкеты и фуршеты к торжеству для вас и ваших близких. Готовятся под наблюдением департамента Кашрута при главном равенате России. В воскресенье на Первом Еврейском выйдет очередной выпуск еженедельной программы под названием «Община». Ее ведущий Владимир Аркерейский расскажет о жизни еврейской общины с Томаги Джуниор. И последняя медиагруппа Первый Еврейский объявила о следующем розыгрыше книг, молитвиках, книг Псалмов и Торы. Напоминаю, что для участия необходимо лишь подписаться на наши каналы в Ютубе и Телеграме. Перейдите по ссылке, которую видите на своих экранах, либо отсканируйте QR-код. Розыгрыши будут проводиться по пятницам, а итоги будут проводиться по понедельникам. Выпуски новостей на Первом Еврейском и в Телеграм-канале Первый Еврейский. Наши сайты – это богатая коллекция информации о жизни еврейского народа, о его культуре и истории. stmeggi.com – новостные заметки, аналитические статьи и интервью. Наши корреспонденты собирают для вас все самое интересное об особенностях еврейской жизни во всем мире. На сайте базируется библиотека книг на джури, информация о мероприятиях международного отделения stmeggi.jr и многое другое. Это все новости еврейской жизни на сегодня. Если вам нравятся наши видео, ставьте лайк и подписывайтесь на Первый Еврейский. А чтобы не пропустить новые выпуски, введите колокольчик и оставляйте комментарии под видео. Нам важно ваше мнение. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok